Петрозаводск Потрясающие скульптуры, мудрые, загадочные находятся здесь на берегу Вот хотя бы коснемся перед этим тюбингенским панно из города Тюбинген Которые сделали два скульптора с немецкими сложными фамилиями Извините, загляну, Фагельман и Гайзельхарт Просто им нужно отдать должное, согласитесь Тем более, с моей стороны, знак уважения Объясню, что имею в виду То есть, она загадочная Как ее читать? Что в ней является ключом? Я предлагаю следующий ключ, который, кстати, сами авторы не ответили на вопрос, что же они делают Но все абстракционисты не любят брать и, знаете, бытовым языком рассказывать о своих работах Ну, не любят, потому что они рассуждают законами ритма, законами какими-то пространственными А вот вдруг начинать какие-то искать жизненные подобия Они считают, что это не их работа Но это работа наша с вами, ценителей И вот версия моя Я вам предложу так Я как человек, как гид, который вот здесь, на набережной, всегда останавливаю И долгое время уделяю именно вот этой скульптуре Итак, здесь 61 мачта Вот они такие никелированные, изящные Они ведь как были выполнены Искизно-то они были сделаны в Тюбингене А уже здесь, на нашем Тешбумаше, они реально собирались Они, видите, разные высоты В них есть подкраска В них есть вкрапления камней из разных районов Петрозаводска Там Карелии и даже Германии Но главное, на что надо обратить внимание И если они мыслят пространственно, это на композицию Как выставлено это тюбингенское панно Вот обратим внимание, как мы пишем Мы пишем ведь слева направо, да? И вот слева это, вот тот первый колышек Это начало композиции И последний колышек, вот 61-й, он находится вот там в конце И обратим внимание, посмотрите, как начинается рост этих колышков И знаете, как это интерпретируется очень легко Первый колышек – это рождение Затем слово «мама» Затем первый шаг сделан Затем человек уже побежал И вот уже пришло время школы И вот уже время пришло первой пятерки, двойки Ну, жизнь разная И где-то уже окончание лицея И ты поступаешь в университет И где-то ты уже бакалавр, магистр И ты вот уже женат Ну, или замужем И у тебя появился ребенок Но мы же говорим о твоей миссии Миссия твоя в жизни – это не ребенка родить Миссия твоя – это какое-то выполнить большое дело И вот самая вершина Это кульминация композиции Она говорит о том, что он совершил свое назначение Он либо что-то открыл Либо написал книгу Либо построил дом Я не знаю, он совершил какое-то гениальное решение своей жизни Жизнь прожита не зря И посмотрите, как композиция дальше Она дальше вот начинает умирать Вот жизнь состоит того, что как любая жизнь Она начинается, она должна иметь конец И посмотрите, вот этот обрыв пенсионный Жизнь заканчивается Все задачи выполнены И вот уже столбики очень резко обрываются И последний столбик, как последний вздох Как Александр Сергеевич перед смертью попросил моченой морожки Это, возможно, было последнее событие его жизни То есть, молодцы немцы Немцы, самая мудрая нация Пусть китайцы с этим не спорят Немцы, самая мудрая нация И вот они нам подарили Такое удивительное панно На берегу озера Конечно, его надо читать так, как мы сейчас прочитали Потому что они его выставили параллельно Петрозаводской губе Онежского озера Спасибо вам, я опять не прочитаю Спасибо вам У меня уже закрылся смартфон Вот этим двум замечательным немецким скульпторам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok